Теперь сшиваем плечевые швы. Складываем их ровненько и шьем. После того, как мы сошьем плечевые швы, мы их обработаем оверлаком. Сразу вторую сторону. После того, как мы сшили и обработали оверлаком плечевые швы, мы делаем отделочную строчку. Вот я одну уже сделала. Надеюсь, вам видно. То есть плечевой шов мы располагаем на заднюю, то есть на спинку. Вот мы его заворачиваем на заднюю часть. И вот видите, как планочка у нас с этой стороны и шов у нас пошел сюда, в эту сторону. Мы его загинаем и делаем одну отделочную строчку, где-то миллиметра, наверное, на два. Мы ткань вот эту расправляем. Кто это не делает часто, можете разутюжить его, заутюжить, а только потом прошить. Ну, я это делаю как бы сразу. Ну, вот так вот у нас получается. Сейчас я вам покажу. Вот мы отделали. С этой стороны у нас обработано оверлаком. Все аккуратно. Теперь мы с вами будем делать воротник. Для того, чтобы сделать воротник, мы должны измерить горловину. С учетом того, что воротник наш должен идти по центру. Значит, мы можем вокруг обмерить и отнять 3 сантиметра. Почему 3? Потому что у нас планочка 3 сантиметра. На полтора сантиметра зайдет воротничок на белую планочку. Соответственно, на полтора зайдет он на синюю планочку. И когда он застегнет, то у нас воротничок пойдет вот так вот уголочек. Вот мы берем, складываем край планочки к краю планочки. Видите, тут она у нас вот так вот получается. И измеряем либо сантиметром, либо линейкой вдвое. Вот я прикладываю. Вот это вот, естественно, мы размещаем ровненько все. Вот у меня получается, смотрите, 19 сантиметров. То есть у меня 38 сантиметров, минус 3 сантиметра, которые у нас будут нахлест в планочке. Получается, у меня воротничок должен быть 35 сантиметров. Построим с вами выкройку воротника. Значит, мы с вами определились, что наш воротник будет 35 сантиметров. Мы делим его на 2. Получается 17,5 сантиметров. Плюс 1 сантиметр на припуске швы. Итак, мы с вами берем 18,5 сантиметров. Берем листик и на нем отмечаем 18,5 сантиметров. Вот мы его отмелили. Теперь мы делаем с вами высоту воротника. У меня она будет, воротничок в готовом виде будет где-то сантиметров. Наверное, 5,5. Ну, вот я беру 7 сантиметров, откладываю в одну сторону. 7 сантиметров, даже давайте 7,5 сделаем. 7,5 в одну сторону, с одной стороны. 7,5 с другой стороны. Соединяем. Вот здесь мы с вами в высоту ведем на 7,5 сантиметров линию. Вот у нас точка идет соприкосновения. Сейчас мы соединяем эти две линии и выходим за точку соприкосновения. Где-то на 2 сантиметра это у нас будет уголок воротника. Ну, вот мы берем его, вот 2 сантиметра. Довели. Теперь соединяем эти две точки. Это получается у нас именно угол воротника. Теперь, чтобы воротник у нас хорошо ложился и хорошо смотрел, мы берем вот здесь, вот получается, где у нас центр воротника. Это у нас будет сгиб, линия сгиба. От низа, вот это низ, это верхняя часть, от низа. Мы с вами 1,5 сантиметра отмеряем. И отложив где-то сантиметров 6, да, вот так вот 6 сантиметров, мы эту линию тоже вот можете пунктиром. Вот так вот соединить. Почему пунктиром? Потому что вот здесь вот у нас будет с вами такая вот слегка изогнутая линия. И вот она у нас выходит сюда. Немножечко захватывает дальше до 6 сантиметров. Чтобы воротничок наш хорошо смотрелся, мы прибавляем вверх 5 миллиметров. И прибавляем 5 миллиметров вот здесь на самом уголочке воротничка. Ну, где-то его на 5 миллиметров поднимаем вверх. Вот так вот я прикладываю и просто как продолжаю. Теперь я соединяю вот эту часть, вот такой тоже вот изгиб мы делаем, да, чтобы он был у нас плавный. Именно плавный изгиб, чтобы он был не уголком, а вот так вот. Вот таким вот образом. То же самое я делаю с этой стороны, но здесь я беру до 8 сантиметров. Где-то мы... Тоже можно сначала сделать пунктиром. Соединить. И теперь у нас... Вот так вот получается. Здесь немножко тоже вот. Вырезаем наш воротник. Вот получается вот такая вот часть воротничка. Он у нас здесь вот где-то миллиметров 8, да, шов будет. И здесь у нас уйдет шов. И вот когда у нас воротничок будет изгибаться, он будет смотреться вот таким вот образом. Видите, уголочек немножечко-немножечко будет уходить. Вот я смотрю сейчас, и мне прям хочется еще даже чуть-чуть срезать. Какой-то он такой остренький получился. Острого не должно получиться. Вот здесь смотрится он, потому что там у нас видна линия, да, и он может смотрится более остреньким. Ну, если мы поворачиваем вот здесь вот, вот он получается вот такой. Ну, сейчас мы будем выкраивать его теперь на ткань переносить. Я шила, я вам говорила, что у меня была мужская футболка, теперь я шью детскую. Ну, получается так, что не хватает у меня сделать цельный воротник. Ну, ничего страшного, мы делаем шов по центру спинки. Ну, мы складываем ткань, берем нашу выкройку, ой, за ноготь справится, берем нашу выкройку, прикладываем и обрисовываем. Естественно, мы делаем припуски на швы. Припуски на швы я имею в виду по нашему центру. Остальное все у нас уже с припусками на швы, поэтому мы просто обводим с вами воротник. И потом будем его вырезать. Я, как видите, использую мыло. Тоненький-тоненький кусочек. Мылом почему-то мне нравится больше, чем милом, потому что мыло более такое мягкое. Оно очень легко обводится. И вот здесь вот я по центру тоже провожу линию. Это у меня будет линия шва. Вот здесь я зашиваю. Зашиваю. Потом я вот так вот срежу его, разутюжу и посажу на клеевую основу, то есть на флизелин. Вот, еще раз вам показываю. Все. Можно сшивать. Спасибо. Спасибо. Спасибо.